Поехали. Значит, сегодня у нас тема достаточно небольшая, если брать выкладки по теории. И задачи, которые не получаются в гидростатике, они, как правило, не получаются из-за того, что есть какие-то пробелы в знаниях. То есть люди часто знают, какие есть формулы, но не всегда понимают процесс и вообще откуда что берется. Поэтому начнем мы вот с таких достаточно простых вещей. Ну, что такое давление, я думаю, знают все. И в чем оно измеряется в паскалях? Ньютон на квадратный метр, единица Си. Это тоже мы, в общем-то, уже знаем. Важно, что когда мы говорим про жидкость, мы говорим про давление. Силу и давление путать не стоит. То есть сила – это давление, умноженное на площадь. А мы сейчас как раз будем про давление говорить. Гидростатическое давление – это, собственно, давление от силы тяжести жидкости. То есть мы рассматриваем жидкость как некое твердое тело. Массой М и силой МЖ оно давит на поверхность. Вот масса воды в этом кусочке – это что такое? Это объем этой воды, ρSH, умноженный на плотность. То есть SH – это объем, а ρ – это плотность. Получается масса. Когда мы считаем давление, мы все это великолепие делим на площадь поверхности, на которую давит вода. Отсюда уже знакомая вам формула ρh – давление столба жидкости. Дальше уже будет интересней. Многие этого не знают. Закон Паскаля. Закон Паскаля, он уже применим не к твердым телам, а именно к жидкостям и газам. Давление, которое оказывают жидкости и газы в какой-то конкретной точке, оно распространяется по всем направлениям и давит одинаково во все точки среды. Есть отличный пример. Шарик Паскаля. Если вот тут сверху будет какой-то столбик жидкости, и шар внизу тоже будет заполнен жидкостью, то по всем стенкам шара мы можем наблюдать одинаковое давление. В оригинале в шарике сделали дырки такие и искали количество вытекшей жидкости за определенное время. Вот у нас плавает какое-то тело на некоторой глубине. Ну давайте эту глубину обозначим за H. Как найти давление, оказываемое на это тело? Кто подскажет? Да, Соня? Роз жидкости умножить на глубину, на которую погружено тело умножить. Роз жидкости G на H. Это все? Это давление вот этого столба жидкости, правильно? Который над телом. Это все? Давление нулевое, то есть атмосферное. В нулевое. То есть на этой высоте, на вот этой, мы можем наблюдать атмосферное давление, да? А через какую-то глубину оно еще и передается. И в итоге здесь мы получаем давление суммарное. Надо также понимать, что давление жидкости вниз и давление жидкости вверх, оно одинаковое. То есть вот здесь, вот здесь мы тоже будем наблюдать давление рожи H. Опять же, по закону Паскаля, так как давление передается во всех направлениях. Сейчас мы разберем этот пример подробнее. Ну, пожалуй, лучше на гидравлическом прессе. Зачем вообще придумали гидравлический пресс? Это такая конструкция, которая позволяет, ну, в общем-то, в какой-то производственной, да, структуре или в каком-то опыте получить некий выигрыш по силе. Выигрыш по силе, но не по давлению. Мы рассмотрим левый бортик, левую трубочку. Вот давление P1, сонаправленное силой F1. Чему оно будет равно? Как это посчитать? Сейчас нам дана сила F1 и площадь поверхности. Ну, мы, получается, делим силу нашу на площадь поверхности. Да, F1 на S1. Вот здесь, в нижней точке, да, здесь я обозначу давление, ну, просто P какое-то, да, просто P. По закону Паскаля передается давление сверху и плюс еще давление этого столбика жидкости. То есть это P1 плюс ROGH. Опять же, по закону Паскаля это давление передается во всех направлениях. Значит, по горизонтали жидкость будет давить точно так же. Неизменно. Ну, и вообще, в любой точке на этой же высоте мы будем видеть вот такую картину, да. То есть как здесь было давление P, так здесь оно у нас и осталось. По горизонтали давление сохраняется. Условно, вот на этот кусочек жидкости горизонтальное давление такое же по модулю, как и на этот. Но это не всегда происходит, а только когда. Есть тут мои олимпиадники, нет? Когда давление может быть разное. Вот, например, на этот кусочек и на этот. ПХ, ПХ плюс Дельта Х. Когда вот эти давления, они будут равны ПХ и ПХ плюс Дельта Х. Ну-ка, какие предположения, Катя? Ну, может быть, когда у нас как-то скомпенсированы силы, нет? Ну, они сейчас и так скомпенсированы. В общем, ПХ равно ПХ плюс Дельта Х по горизонтали, да, в проекции на какую-то горизонтальную ось. Если сосуд неподвижен, то есть если он движется с каким-то ускорением, вот эта вещь уже не работает. Если сосуд неподвижен. Или движется без ускорения. Так, если сосуд движется без ускорения. Это, пожалуй, нужно запомнить. Движется без ускорения. Если есть какое-то ускорение, опять же, по второму закону Ньютона, оно, ну, соответственно, появляется за счет этой разности давлений. Когда разность давления нулевая и ускорение нулевое. Логично же? По-моему, все-таки очень логично. Так, значит, вот здесь, в этой точке, в точке 2, у нас давление, опять-таки, П. Оно неизменно. И оно равно П1 плюс рожа H. А какое давление будет вот на этом участке? То есть, П2. Как мы его? Сила вторая на площадь и давление атмосферное. Давление атмосферное? Ну, да, мы тут это давление атмосферное не рассматриваем. Почему? Потому что, что здесь П0 и что здесь П0, оно будет скомпенсировано. Но вообще, да. Сумма давления. Да, то есть, вот эта сумма давлений, значит, П2, это то же самое, что и П, но только вот этот столбик жидкости уже не учитывается, да? Только без рожи H. П минус рожи H. Потому что вот на этом участке, который я сейчас красненьким цветом обозначу, у нас давление как раз таки будет П2 плюс рожи H. То есть, давление сверху плюс давление столбика жидкости. А П минус рожи H, давайте посмотрим, это П1 плюс рожи H и минус рожи H. То есть, просто П1. Выходит, что давление на первую платформу такое же, как и на вторую, если они опять-таки находятся на одинаковой высоте. То есть, вот эта высота H, она равна. И вот то, что я написал, да, красным цветом, что на одинаковой высоте одинаковое давление, мы строго доказали в этом случае. Ну, а почему мы получаем выигрыш по силе? Ну, просто потому, что у нас F1 на S1 это F2 на S2. А так как вот здесь на рисунке видно, что S2 больше, чем S1, то и сила, которую мы получаем в результате. То есть, каков смысл? Мы давим сверху вот на левый брусочек, да, мы давим сверху, вот на этот. А силу выталкивания, да, получаем гораздо больше, чем ту, которую приложили. То есть, F2 больше F1. Отсюда выигрыш по силе. Выигрыш по силе. Поняли, как работает гидравлический пресс? Да. Отлично. Ну, и вот эту вещь, конечно, нужно запомнить, да, что на одинаковой высоте одинаковое давление. Ну, вот, к примеру, давайте даже задачу решим, самую первую. Чистая ЕГЭшная задача. Один конец вот такой изогнутой трубочки запаян, второй открыт в атмосферу, да. Эта трубка заполнена водой, расположена вертикально открытым концом вверх. Нужно найти давление в точке А, которая вот здесь вот на рисунке. То есть, нужно найти давление ПА. Создаваемая водой внутри трубки. Ну, нам дано, если что, про воды, да, мы его знаем, это табличное значение. Нам дано Ж как раз. Это 10 метр на секунду в квадрате. А высоту вы можете определить благодаря, видите, тут клеточки нарисованы. Каждая клеточка 1 сантиметр. Соответственно, сколько клеточек, столько и сантиметров высота столба. Ну, я думаю, вы поняли, да, какая тут схема. Так как же нам найти давление в этой точке? Именно создаваемая водой. У нас получается давление на одной и той же высоте одинаковое. Можем, получается, посчитать, какое давление будет в любой другой точке на этой высоте? И это будет актуально для этой точки. Да, именно так мы и сделаем. То есть, давление, вот на этом сейчас, на этой линии, оно везде одинаковое. Везде. Но оно, в общем-то, откуда берется? Это атмосферное давление, вот здесь вот. Но мы опять-таки его не учитываем, потому что нам написали, что нужно найти давление, создаваемое водой. То есть, мы не учитываем воздух. И получается, что вот в этой точке, ну, допустим, назовем ее B, давление PB такое же. То есть, PB равно PA. А чему равно давление в этой точке? Как мы его посчитаем? Ну, плотность умножим на G и на нашу высоту. Да, давайте. Значит, РО, G, ну, на какой-то H. А какую высоту мы, кстати, берем? Вот здесь, которая 3 клеточки или нет? Вот эта, да? Нет, которая, получается, 5 клеточек. 5, да. Да, все правильно. Вот эту мы высоту берем. 5 клеток, да? Вы точно посчитали, что 5, да. Значит, H 5 сантиметров. 5 сантиметров. Ну, и просто 1000 умножаем на 10 и умножаем на 0,05. В итоге сокращаются здесь нолики и получается 500 паскалей. Верно же посчитали? 100 на 5. Ну, да, да. 500 паскалей. Вот. То есть, мы не знаем, что происходит конкретно в этой трубке, но мы знаем, что давление на одинаковой высоте одинаково и задача из первой части без проблем решена. Сейчас мы пойдем уже на силу Архимеда. Пока, я думаю, вещи достаточно понятные. Ну, и все, я думаю, из вас знают вот эту замечательную формулу силы Архимеда, которую я даже вот там за ушами нарисовал, что сила Архимеда это ρ. Ну, все пишут ρ, g, v. ρ, g, v. Но не все понимают, какое ρ и какое v. Вот сейчас мы с вами строго все посмотрим, строго со всем разберемся. Давайте вот на этом примере посмотрим, какое давление оказывается на вот этот грузик со стороны воды. То есть, какая на него действует сила Архимеда? Сила выталкивания. Вот она, сила Архимеда. И почему она направлена именно наверх? Вот что странно. Итак, что такое сила Архимеда? Вот здесь, со стороны жидкости. Даже векторно могу записать, что это f2 минус f1. Вот он, да? Ну, точнее, лучше, конечно, вот так, по модулю. Векторная будет сумма, просто f1 направлен в другую сторону. Давайте теперь, мы же знаем, что такое давление столба жидкости и какое давление на определенной высоте оказывает вода на тело. Давайте распишем, что такое f1. Кто скажет? Рожи h1? Рожи h1. Ну, рожи жидкости, понятно. А f2? Ну, ведь это рожи h, это давление. А сила, она, на зажобную стоять. Ну, а, да, рожи h, стоп, рожи h1 умножить на s. Да, это очень правильно. Потому что вот это давление, а здесь еще, а сила, это давление умноженное на площадь. Да, все правильно, все правильно, да. f2, это рожи h2. И вы не смотрите, что оно вверх направлено. вниз точно такая же сила, да, умножить на s. Вниз, вот если бы здесь был кусочек площадью s, было бы точно такое же давление. Опять же, это закон Паскаля. Во все стороны давление одинаковое. Вот. Ну, соответственно, сила Архимеда, это у нас ρg s h2 минус h1. А h2 минус h1, это видите, даже на рисунке показали, что это h. Это как бы нам дано. То есть, ρg s на h. А s на h, вот это s, площадь поверхности, да, ну, точнее, площадь основания, на высоту h. Это объем. Значит, ρ жидкости, на s на объем погруженной части. То есть, здесь у нас полностью, да, наш брусочек погружен в воду, поэтому мы можем написать, что s на h, это и есть полная погруженная часть. Понятно, откуда взялась сила Архимеда? Да. Так. Что? Кто-то как-то очень... Кто-то очень странно как-то залагал. Ну и последнее, плавание тел. Это последний пласт теории. Сейчас начнем решать задачки. Вот мы представим, что у нас какой-то брусочек плавает. Плавает, это значит, что он не до конца погружен в воду. Чтобы расписать, чтобы расписать формулу и найти, от чего вообще зависит, будет плавать брусок или нет, мы должны просто на вертикальную ось спроецировать силы и написать второй закон Ньютона. Понятно, что по вертикали никак не двигается, то есть тело находится в равновесии, и условие равновесия это ФА равно МЖ. Но что такое М нашего тела? Это РО тела на объем тела. Причем объем я беру полный. То есть всего этого большого квадратика. А вот когда мы силу Архимеда отмечаем, это плотность жидкости умножить на Ж и умножить на объем погруженной части, только погруженной части. Вот он у меня красненьким отмечен, поэтому я его здесь напишу тоже красным. Если рассматривать крайний случай, когда тело погружено полностью, то есть предположим, что В тело это В погруженной части. Ну как в прошлом примере, да? И тело плавает, вот оно плавает буквально у поверхности. Вот так вот. Мы снова напишем это уравнение. Значит, РО жидкости на Ж на В так, только тут жидкости равно РО тела на Ж на В. Поняли, да? РО жидкости равно РО тела на Ж на В. Ну и тогда РО жидкости равно РО тела. Вот здесь плавание у поверхности. плавание у поверхности. Что происходит, если РО жидкости больше, чем РО тела? Ну тогда вот здесь в левой части у нас будет больше, да? Сила Архимеда будет больше. И чтобы уравновесить силу тяжести, надо в этом уравнении что-то уменьшить. Но Ж мы никак не уменьшим. Это константа, да? Логично. Ну объем у нас будет, получается, погруженной части уменьшаться. Объем погруженной части уменьшается, а это значит, что какой-то кусок нашего тела плавает в воздухе, прямо как на рисунке. Значит, если это увеличивается, объем уменьшается. Значит, тело плавает. тело плавает, немножко высунувшись, если можно так сказать. Ну и, соответственно, если наоборот, РО тела больше РО жидкости, то чтобы уравновесить МЖ, да, чтобы, ну, мы его никак не сможем уравновесить уже, да, то есть у нас МЖ всегда будет больше. Всегда будет больше. То есть, тело уже погружено полностью, мы не можем увеличить силу Архимеда за счет объема погруженной части, потому что она полностью уже погружена. Ну тогда тело будет просто тонуть. Тело тонет. Ну и тонет оно до тех пор, пока, я не знаю, дна там не достигнет. То есть, выплывать тело может потихонечку, да, ну вот как вы с лодки, лодка, люди сидят в лодке, например, да, лодка погружена в воду, один человек вышел, лодочка чуть-чуть вверх, да, поднялась. Второй человек вышел, лодочка еще поднялась. То есть, объем погруженной части мы можем уменьшать постепенно, да, а здесь, если плотность тела больше плотности жидкости, ну, тонет тело, всегда тонет. Так, это понятно? Да. Отлично. Ну что, тогда поехали решать задачки. Ну, наверное, да, на трубке пока порешаем, закрепим, потом пойдем на что-то чуть более серьезное. Вот такая задача. Не сказать, что собственного сочинения, но такая, ЕГЭ-подобная. Почти ЕГЭ. Вот в такую трубочку налили две разных жидкости. Желтую, ну, давайте я обозначу, что у нее плотность РО1, и синюю. У нее, соответственно, плотность РО2. на рисунке вот эта высота А, это 10 сантиметров, H малая 22, H большое 30. Это все нам дано. А найти нужно отношение давлений? Плотностей. Ну, вот тут РО, тут не П, тут РО. Хотя оно, в принципе, выглядит, как РО. РО2, ну, что же мы будем делать? То есть, вот, в прошлой задаче мы искали что-то на одинаковой высоте. Поможет ли нам это в этой задаче, как вы думаете? Ну, да, мы возьмем прямую, где жидкость РО1 граничит с РО2, ну, она уже нарисована, на этой прямой давление одинаковое, а потом посчитаем давление желтой части и давление на той же высоте и синей части и приравняем. Давление одинаковое именно вниз, да? То есть, как бы уровень выбираем, вот уровень по А, и от него считаем давление. Ну, слушайте, а почему бы не выбрать уровень вот здесь, например? Мы выбираем удобный нам уровень, на котором ниже него давление будет жидкости одинаковое на любом. Да, все правильно. То есть, в этом уровне самое главное, что вот снизу давление жидкости одинаковое, потому что у нас одна и та же высота и одна и та же жидкость. Ну, хорошо, как нам найти давление сверху П1 и давление сверху П2? Ро 1, Ж 1, а высота чему равна вот здесь вот? Ну, у нас получается H большой минус А. Минус А. И а как мы выразим П2? П2 это Ро 2, Ж и получается на высоту H маленькая минус А. H маленькая минус А. Так, и это все одинаковое. Зря я коэффициент возле Ж поставил, индекс. Оно ведь у нас должно сократиться. Тогда давайте, дорогие математики, как выразить отсюда Ро 1 на Ро 2? Поделить вторую часть сравнения средней на последнюю. Поделили. Сократилось Ж. Получилось H большой минус А. Ага, но смотри, когда мы делим вот так вот минус А, это все будет в одной части. А здесь будет единица. А как нам выразить просто Ро 1 на Ро 2? И у нас Ро 1, Ро 2 будет равно H маленькое минус А делить наш большой минус А. То есть мы переворачиваем эту дробь и запихиваем другую часть уравнения. На одно домножаем, на второе делим. H малая минус А, это 12 сантиметров. H большое минус А, 20. Тоже сантиметр. Ну, 12 разделить на 20. Чтобы это сделать, мы тут на пятерочке домножим, чтобы сотые были, и мы получим 0,6. Верно? Да, все. То есть на высоты решается именно так. Вот теперь задача чисто на гидравлический пресс. Он изготовлен с использованием вертикальных цилиндрических сообщающихся сосудов. Чтобы картинку не рисовать, кстати, можно просто, знаете, скопировать отсюда, например. Только картинку взять вот эту с гидравлическим прессом и все уже будет понятно. Ну, в оригинале задача, конечно, без картинок, но мы вначале дадим себе небольшую поблажечку. Так. Легкие поршни. Легкие поршни это что значит в задачах, как правило? Ну, массу их не учитываю. Массу не учитываю. Конечно, правильно. Они круглые, у них есть радиус, превосходит значит R1 равно 5 R2. На малый поршень положили груз, значит, вот это, ой, только вот это будет R2 получается, да, а это R1. Ну, сюда мы положили груз 20 килограммов. Большой поршень удерживается неподвижным. Определите модуль силы давления жидкости на больший поршень. атмосферным пренебрегли. Значит, этот мы удержали неподвижно. получается, есть площадь поверхности, ну, площадь круга мы сможем найти, имея радиус. Конечно. Отношения площади и поверхности у нас примерно есть. И есть, получается, сила, которая давит на первый поршень. Ну, то есть, это сила тяжести, которая вес груза. Верно. Мы знаем, что давление у нас равно в поршнях. Из этого мы можем найти силу, которая действует на второй поршень. Да, правильно. А почему этот поршень не поднялся? Ну, то есть, если мы сюда груз положили, почему он не поднялся-то? То есть, если бы он поднялся, у нас же уже была бы не одинаковая высота и не одинаковое давление. Ну, вроде логично, здесь надавили сильнее, здесь он подняться должен. Но большой поршень остается неподвижным. удерживает. да. То есть, его чем-то еще держат сверху специально, да? И сюда что-то давит. Ну, хорошо. Значит, S1 это PR1 в квадрате. S2 это PR2 в квадрате. Выразим все через маленький поршень. Получим 25 ПР2 в квадрате. Такова площадь большого поршня. Давление на первый поршень и давление на второй поршень одинаково. Значит, F1 на S1 равно только поделить, да? F1 поделить на S1 это F2 на S2. Отсюда F2 это что у нас такое? как нам это посчитать? Ну, просто MG, да? MG вот здесь вот. Да. Здесь будет 200, а S2 к S1 это одна пятая, правильно? S2 к S1 как одна двадцать пятая. И мы получаем, что здесь 8 ньютонов. То есть на больший поршень, точнее на подождите, на да, на больший поршень сила 8 ньютонов. Вот мы и получили. выигрыш в силе. То есть сюда мы подождите, на меньший поршень мы приложили 200 ньютонов, а на больший давит 8 ньютонов. Какой же это? Это и выигрыш, это проигрыш в силе. Нет ощущения, что мы где-то ошиблись? Ну, нет, выигрыш в силе, он же, когда мы на большую кладем что-то маленькое, и в итоге получаем большую силу. Так а где же мы получили большую силу? Так мы же на маленькое положили, а не небольшое. Да, да. Так, подожди. Мы на маленький поршень положили силу в 200 ньютонов. Если тут давление одинаковое, а площадь больше, то и сила вот здесь должна быть больше, потому что F2 на S2 это как F1 на S1. Верно? Верно. Угу. Значит, ошибка где-то. Где-то произошла ошибка. То есть вот эта сила F2 должна быть больше, чем F1, раз уж на большем площади большая площадь. А у нас нам получилось... Нужно было умножить на 25, кажется. Ну, потому что сейчас, а нет. А как вот как это можно объяснить? А у нас же радиус большого больше. Ну, то есть нам, получается, надо было сделать, что 5 и 1 равно R2. Все. Вот это правильно. Вот это правильно. Вот так. Ну, тогда здесь мы умножаем на 25, да. А не делим. Значит, площадь больше. Ну, тут достаточно просто понять, да. Площадь больше в 25 раз, значит, в 25 раз должно быть больше давление. Соответственно, у нас... Ой, значит, в 25 раз должна быть больше сила, чтобы давление было одинаково. Получается 5 на 10 в 3 ньютонов. Вот. То есть мы ошиблись, но включили логику и поняли, что эту ошибку надо искать. Логика в том, что мы получаем не выигрыш в силе, а проигрыш, а должны выигрыш. Вот так и на ЕГЭ. Проверяйте себя благодаря логике. То есть формулы знать это круто, хорошо считать это хорошо, но иногда просто вот голову включили, так подумали логически. Так. Давайте, да, давайте вот эти задачки порешаем, потом пойдем на качественные. Какова глубина озера, если максимальное давление, оказываемое на дно, 4 на 10 в пятой паскале? Глубина озера. Как нам ее найти? Ну, глубина озера складывается из давления воды и давления атмосферного. Ну, давление на дно это P0 плюс рожая H. А вот и глубина, да? H это P1 минус P0 дорожая. И тут осталось просто посчитать. Ро я взял тысячу, правильно? У нас же паскали, поэтому я беру, если мы в паскале все считаем, то берите килограмм на метр кубический. Просто очень часто все запоминают плотность в грамм на сантиметр в кубе, в тысячу раз меньше тут. Но если вы берете Fc, всегда старайтесь прийти к этому. и получили 30 метров. Но здесь расчеты достаточно несложные, главное физику понять. так, 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 так. Давайте так, вот, сила Архимеда. вот здесь как раз работает с плаванием. Я ее дам сейчас, чтобы вы пока не забыли все, что мы здесь выписывали и выводили. Значит, у нас тут что происходит? В сосуде есть вода, в ней плавает шарик, именно плавает, то есть он носиком высунулся на воздух. поверх воды наливают не очень толстый слой масла. Как в результате изменятся вот эти величины? То есть, ну, это задача на сопоставление. То есть нужно сопоставить А с какой-то цифрой, В с какой-то цифрой, В с какой-то цифрой. Но кто решал тренировочные варианты, для того это новинкой в принципе не является. Так, ну, что вы вообще можете сказать про масло? То есть, почему у нас вообще хоть что-то должно меняться? Ну, масло, жидкое, давление меньше, не давление, плотность меньше, чем у воды? Да, масло сверху плавает, правильно? Ну, давайте тогда начнем с простого. Давление на дно сосуда. Увеличится, естественно. Конечно, увеличится. Значит, плюс слой масла, масло, и значит, А, это 1, увеличится. А вот модуль выталкивающей силы, то есть, у масла меньшая плотность, да? Но у нас увеличился объем при этом, да? Объем жидкости. Хотя мы, опять же, не знаем, что с погруженным шаром происходит. Что станет с выталкивающей силой? Я думаю, она тоже увеличится. За счет чего? Ну, шар в реальности будет погружен немножечко ниже, то есть, потому что плотность масла меньше, чем плотность воды. плотность воды. А если он погружен ниже, значит, у него больше погруженная часть, значит, сила Архимеда больше. Ага, сила Архимеда больше. То есть, ну подожди, это нелогично, вот почему. С шаром же ничего не произошло, то есть, сила Архимеда стала больше, но МЖ ведь сохранилась. МЖ сохранилась, значит, шар наоборот выплывет немножко. То есть, он не погрузится, он выплывет немножко, потому что теперь сила Архимеда стала больше МЖ. Да, нелогично. Нелогично. Но вообще, при установлении равновесия, да, то есть, сила Архимеда равна МЖ. МЖ у нас не изменилась, значит, сила Архимеда тоже. То есть, сила Архимеда на самом деле не изменится. Но ведь сила Архимеда равна МЖ, то когда тело полностью плавает. Ну так смотри, у нас... А, все, я поняла, да, спасибо. Да, сила Архимеда это плотность жидкости, Ж, В погружены. Может, конечно, В погружены изменится, да, потому что плотность жидкости суммарная, да, она понизилась. Ну, шарик, значит, действительно погрузится. Но сила Архимеда то останется прежней. Ну, кстати, спасибо большое, потому что мы это ответили таким образом на третий вопрос. Вот, В погружено увеличивается, значит, высота шара выступающая, она что? Уменьшится. да, В погружено увеличится, значит, В на воздухе уменьшится. На воздухе уменьшится. В итоге давление увеличится, сила Архимеда не изменится, высота уменьшится. и в ответе нужно будет записать просто последовательность от А до Б. То есть, ответ это 1, 3, 2. Вот так вот в бланках нужно будет записывать. Так. Еще одна задачка на плавание. Еще одна небольшая задачка на плавание. Стакан плавает в воде, погружен на половину высоты. Дно при плавании горизонтально, плотность стекла 2,5... Тут так сформулировано. Дно при плавании горизонтально, я не знаю, это значит, что он, видимо, как-то это значит, что он вот так вот плавает как-то в воде. То есть, у нас в итоге будет просто какая-то такая штука. Ну ладно, мы, я думаю, это поймем в решении задачи. Но важно, что он погружен на половину своей высоты. горизонтально это когда не вертикально, а если дно, то, наверное, просто, ну как, просто поставили стакан, и дно не наклонено, плавает ровно. Разве не так? Горрецентально это же когда вдоль оси х нашей обычной, а дно это то, что снизу. Или я что-то вообще не понимаю? Я вот тоже почему-то не понимаю. но я думаю, что мы сейчас докопаемся до истины при решении задачи. Пока я вот не рисую стакан, пусть он будет. Нам нужно найти отношение внутреннего объема стакана к его наружному объему. Внутренне. А, ну то есть В воздуха в стакане к объему стекла. Ну то есть объем воздуха, который в себя вмещает стакан, он же пустой у нас, да? Деленное на объем вот той части, из которой он вообще состоит. Объем воздуха к объему стекла. Вот что нам нужно найти. Ну, нам дана плотность стекла. Плотность воды мы тоже знаем в принципе. Ну вот нам говорят, что он погружен, пока я даже не буду рисовать как, но нам говорят, что он погружен на половину своей высоты. Это значит, как нам найти выталкивающую силу, например? она будет рожидкости на G на V пополам. Да, только дело в том, что если он погружен на половину, а, ну, кстати, я думаю, что, да, вот теперь-то мы поняли, что он все-таки стоит на дне. Потому что если бы он плавал горизонтально, в нем бы была вода. Значит, хорошо, сила Архимеда это ρ воды G. А что дает объем? То есть, чего мы берем объем? Стекла или как? У нас все вместе. Ага, то есть V стекла плюс V воздуха делить на два. То есть, половина всего стекла, который есть в стакане, и половина всего воздуха, которое может вместиться. Ну, по второму закону Ньютона, опять же, стакан плавает, значит, наблюдается равновесие. Давайте теперь распишем Mg. Что такое Mg? Ну, G понятно. Умножить на плотность стекла на объем стекла плюс плотность стекла объем стекла и плюс плотность воздуха объем воздуха. Да, но тут плотность воздуха нам не дана на самом деле. и я не знаю, то ли это табличное значение, которое мы должны знать. Я подозреваю, что тут, как и во многих задачах, массу воздуха за ноль принимают. Я думаю, так. То есть, масса стакана складывается только из стекла, которое в нем. Ну, вообще, это ведь правда. Рост стекла намного больше, ровоздуха. Поэтому, наверное, мы можем так сделать. То есть, мы берем только вот эту вещь. Это считаем за объем стакана. То есть, объем воздуха внутри стакана вклад в массу не вносит, а вот в силу Архимеда вносит. И вот это тоже странно. Почему он вносит вклад в силу Архимеда? Если вот здесь воздух, да, и он никак не взаимодействует с наружной жидкостью. Ну, это как если надуть шарик и погрузить его в воду. Естественно, он будет взаимодействовать. Ну, в смысле, будет взаимодействовать внешняя оболочка, а нет. Да, да. То есть, дело в том, что вот этот воздух, он выталкивает часть воды. Выталкивает часть воды. Вы же знаете два закона Архимеда, правильно? Ну, хоть один из двух знаете? Кто-нибудь? что выталкивает часть воды равна объем выталкивает части воды равен объему того, что выталкивает? Ну, это, да, это то? Вот, да, есть два закона Архимеда. Первый для жизни, второй для физики. Значит, первое, это то, что после вкусного обеда нам необходимо полежать, ну, чтобы не было никаких там для живота последствий. А второй, который конкретно для физики, это то, что если ты, если объем погруженного тела В, то уровень воды поднимется, то есть, когда вы ложитесь в ванну, уровень воды поднимается. Как раз и вот этот объем, значит, H на S на площадь ванной, это как раз и есть объем тела, которое вы погрузили. Ну, то есть, вот этот воздух, он выталкивает воду, поэтому он оказывает влияние на силу Архимеда. Понятно? А на массу не оказывает? Ну, я думаю, вы поняли. Значит, нам остается только приравнять все эти вещи. Я G только сразу сокращаю, ладно, с двух сторон. тут ROGV, да, а там RO, ну, опять ROGV, только другие. RO стекла на V стекла. Так, я предлагаю вот что сделать. Я предлагаю подставить сюда тысячу, сюда две пятьсот и уже потом что-то складывать и вычитать. я думаю, это будет правильно. То есть здесь тысяча разделить на два это пятьсот объемов стекла плюс пятьсот объемов воздуха равно две тысячи пятьсот объемов стекла. Дальше мы аккуратно стираем пятьсот объемов стекла с левой стороны и две тысячи пятьсот превращается в две тысячи. ну получается, что объем воздуха к объему стекла относится как сколько? 24. И снова неверно. Когда мы поделим на две тысячи объемов стекла четыре наоборот поделить на пятьсот и потом на объем стекла это будет четыре. Ну да, хороший ответ получился. То есть я думаю, что объем воздуха, если вам не дана плотность, его действительно не нужно учитывать. Так, вот тут у нас еще будет качественная задача, но она достаточно длинная, а перерыв уже сейчас. как вам лучше сделать? Сейчас перерыв или после вот этой несложной задачи? После. После, да? Ну, значит, потом мы перейдем на качественные задачи и полноценно на вторую часть. Так, смотрите, на дне аквариума с гладким плоским дном лежит стеклянный диск, масса диска мала, ну, то есть пренебрегли. Высота уровня воды в аквариуме 40 сантиметров, площадь верхней поверхности диска, верхней поверхности, да, интересно, 25 сантиметров в квадрате, диск хорошо отшлифован, то есть нет никаких шероховатостей, плотно прижат ко дну. Вода под диск не подтекает, вот что важно. давление воздуха над поверхностью воды, ну, я думаю, что 10 в пятой паскалей атмосферное. Какую минимальную силу нужно приложить вверх к центру диска, чтобы оторвать его от аквариума? Вот диск, вот дно аквариума, ну, так я примерно рисую, и вот сюда, ну, допустим, мы нитку повесили, у нас тут какая-то сила F, как нам посчитать эту силу, чтобы вот поднять диск? Ну, эта сила должна быть больше той силы, которая придавливает диск к дну, а та сила, которая придавливает диск, это давление умножить по площади. F придавливание, да, это P умножить на S диска. Хорошо. А чему равно давление вот это P? P нулевое плюс Rho, G, H? Конечно, P нулевое плюс Rho, G, H. Так, ну, давайте его посчитаем. P нулевое 10 в пятой паскале Rho, G, H 10 в четвертый умножить на 0,4 сантиметры в метр переводим. Это важно, потому что, чтобы в паскалях было наше давление. Так, 0,4 на 10 тысяч, 4 на 10 третий. Значит, 10 в пятый плюс 4 на 10 в третий. Итого 104 тысячи. Ну, да. паскалей. Так, давление 104 тысячи паскалей умножить на 25 квадратных сантиметров. Переведите-ка мне их в квадратные метры. Как у вас с этим нормально же? Должно быть уже в 11 классе. 25 сантиметров квадратных. Ой, просто 25. Прошу прощения. Так, на 10 минус четвертый. 25 на 10 минус четвертый именно, потому что тут квадратные сантиметры. Так, отлично. Значит, теперь мы это все перемножим. вот тут 10 в третий, потому что тут тысяча, а тут 10 в четвертый. 10 минус четвертый. Значит, нужно все это сократить. Значит, нужно все это сократить. Это 25, во-первых, это 25 на 10 минус четвертый, или чтобы нам было удобнее, запишем вот так сразу, да, два с половиной на 10 в третий. И нам нужно 104 тогда просто умножить на два с половиной. Получится сколько? 260. 260, да. 260 ньютонов. Ну и сила придавливания значит должна быть равна нашей силе F. А почему нам, кстати, так важно, вот тут прямо даже предложение целое на это выделили. Диск значит хорошо ошлифован. То есть они прямо за свою работу ручаются. Говорят, мы хорошо ошлифовали диск и так плотно прижали его ко дну, что вода не подтекает. Ну, а если бы подтекало, что-то изменилось бы или как? Да, на него начала бы действовать сила, которая, ну, давление же внизу одинаковое. Да, давление из-под низу воды. Так, ну вот, отлично. Мы решили всю первую часть практически, да? А можно вопрос? Да. если давление, если сила придавливания равна нашей силе, то получается суммарная сила просто ноль. Ну, как бы он двигался, так и не начинает двигаться. Да. Но тут дело в том, что сила должна быть больше или равна, да, силе придавливания. И когда ты, ну, это задача первой части, тебе нужно написать какое-то одно число. И вот когда в задачах говорят, какую минимальную силу, минимальную скорость, минимальное ускорение, ты должна рассмотреть самый-самый крайний случай. То есть вот если ты рассмотришь чуть больше, да, то уже он у тебя пойдет наверх. А ты рассматриваешь крайний случай, когда сила придавливания сравняется с твоей силой. То есть мы рассматриваем именно крайний случай и пишем ответ 260 ньютонов. Но ведь при этом крайнем случае он не оторвется от 1. фактически да, фактически да. Но задача построена именно так. Но ты же не будешь писать 260, я не знаю, там, 0, 0, 0, 1 ньютонов. То есть можно любое число так-то придумать. А компьютер проверяет только одно. Поэтому вот составители формулируют именно так. Скрыто. И каждую из этих циферок нам нужно будет рассмотреть. смотрим на рисунки. Задача, как видите, с решу ЕГЭ. То есть классическая достаточно. Такие вам нужно знать. Два одинаковых вертикальных сосуда заполнены водой. Вот этот левый поршень это 1 килограмм, правый поршень 2 килограмма. система находится в равновесии, вот такие-то площади основания и нам дана некая разность высот. Да, то есть вот здесь у нас уже они находятся не на одинаковой высоте, а все слегка сложнее. Давайте разберемся с первым утверждением. Величина H при заданных массах поршней зависит от плотности материала, из которого они изготовлены. Как нам выяснить, зависит оно или не зависит? Зависит ли величина H от плотности материалов, из которых изготовлены поршни? Нет, если нам дана масса. Ну, да, то есть M равно константа, окей. Но если плотность, например, уменьшится или увеличится, то у нас изменится объем. Объем влияет на высоту? Может ли быть такое, что объем левого поршня, например, увеличился, он теперь у нас вот такой? И тогда высота изменится. Может такое быть? И если нет, может. Ну, давайте качественно это проверим. Значит, какое давление у нас, ну, опять-таки, это гидравлический пресс, значит, на одинаковой высоте давление одинаково. На одинаковой высоте давление одинаково. Когда у нас гидравлический пресс, мы не рассматриваем, не рассматриваем P нулевое по той простой причине, что если мы запишем, ну, к примеру, вот здесь у нас будет давление P, значит, вот на этой высоте тоже будет давление P. И P, это у нас значит, P это P нулевое плюс Mg поделить на S, на S1, плюс еще рожа H. Во втором случае P, это во втором случае вверх действует давление P, и это как раз-таки давление воды, то есть давление воды минус ρgh. Ой, подождите, стойте. Давление воды, ρgh тут нет, потому что у нас высота вот она, тут нет воды под поршнем. Минус P нулевое. Минус P нулевое. Ну, соответственно, что рассматривай P нулевое, что не рассматривай. Мы это все приравняем, мы поймем, что вот давление воды это Mg на S1 плюс ρgh, а P нулевое здесь плюс, а здесь минус. То есть они сократятся, потому что оно действует и с этой, и с этой стороны, в разных направлениях. Давление у нас от площади не зависит, да, то есть атмосферное давление от площади не зависит, поэтому когда у вас открытые концы с двух сторон, вы можете забыть о нем, об этом атмосферном давлении. Ну, вот вопрос. Давление на этой высоте зависит только от массы первого бруска M1, от плотности жидкости, ну и от площади. От площади, да? А площадь, если увеличится объем поршня, то площадь увеличится только по вертикали. А сам по себе, сама по себе трубка сохранит свое сечение, правильно? То есть вот это вообще-то константа, потому что это сечение трубки, сечение трубки. Ну, значит, от чего у нас зависит H? От плотности жидкости, от массы и от сечения трубки. От плотности материала тут как будто бы ничего не зависит, правда? Ну, вот, смотрите на это уравнение четко. Здравствуй, Алексей, все тебя знаем. Владимир, тоже привет. Рыбка. Рыбка, да. У нас тут такой вопрос возник. Зависит ли вот эта высота H от плотности поршней? То есть могут ли они, если они увеличатся в объеме, увеличатся, они увеличатся вот так или только вверх? Вот здесь из этого уравнения мы понимаем, что давление воды, если будет постоянно, да, то H зависит, значит, от S1, M1, плотности жидкости, да, но никак не от H, ой, никак не от Rho тела. Не от Rho тела. Но получается, что первое утверждение у нас неверно. Поняли, как мы это доказали? Супер. Давайте рассмотрим второе утверждение. Если на левый поршень, на левый, поместить груз массой M1, поршни будут находиться на одном уровне. Вот это уже интересно. Вот это уже интересно. Если поршни будут находиться на одном уровне, у нас площади... Да, все правильно. Так, у нас площадь основания правого поршня дана. Если поршни будут находиться на одном уровне, значит, давление сверху на левый поршень, P1, будет равно P2. А разностная высота столба жидкости будет равно нулю. Правильно? А что такое в нашем случае P1 без атмосферного давления? То есть вот на... Вот сюда какая сила действует? Тяжесть? Да, только тяжести. М1G. Ну, плюс еще вот это M, равное одному килограмму. То есть условно это M1 плюс M умножить на G. Собственно, 20. Ну, только поделить на S еще, да, потому что это все-таки сила. 20 поделить на S1. А зависит, конечно, это все от площади левого поршня. Правый поршень, площадь основания 100 см квадратных, а как же левый? С1 равно S1 равно S1 равно S2 и равно S. Супер. Но давление P2 это тогда просто M2 умножить на G. И так как M2 это 2 килограмма, это опять-таки 20 поделить на S. Ну, то есть это то же самое, что и P1. То есть давление со стороны поршней одинаково. Значит, вот здесь мы напишем, что давление со стороны поршней одинаково. Давление поршней одинаково. Значит, действительно, бруски находятся на одной высоте. Значит, рожа H равно нулю. И бруски находятся на одной высоте. То есть второе утверждение у нас верное. Давайте как-то, чтобы наше рассуждение последовательно пронумеровать. Вот это будет единичка. Вот примерно отсюда мы начали рассуждать о втором утверждении. Это будет двоечка. И двоечка у нас оказалась верной. То есть мы ее должны обвести в такой вот красный кружок. Так. Если на правый поршень поместить груз массы M1, M1 килограмм, разность уровней составит 15 сантиметров. Ну, тут, извините, считать надо. И сейчас мы это будем делать. Значит, третье. Рисунок можно не менять. Только теперь в рисунке H у нас не 10 сантиметров, а 15 сантиметров. На вот этой высоте P1, точнее. Сейчас, секундочку. P1 равно P2. P1 равно P2. И давайте теперь распишем P1 и P2. Значит, из чего складывается давление со стороны в левой трубке на этой высоте? То есть давление того, что мы положили, и давление высоты, давление с левой воды. Ну, мы ничего не клали на этот левый поршень. Поэтому это только M1. M1G, деленное на S1. Ну, или просто на S, раз уж мы выяснили, что они у нас одинаковые. Плюс ρGH. Это должно быть равно P2, которое, в свою очередь, равно M2 плюс M. На S и на G. То есть здесь ρGH уже нет. ρGH только с левой стороны. Поэтому давайте посчитаем. Давайте просто посчитаем. G сократим в обеих частях уравнения. И помните, H должно быть равно 15. Давайте подставим все числа, ну и просто посмотрим, так это или нет. M1. Это 1 килограмм. На S 100 сантиметров квадратных. Это сколько метров квадратных? Есть, у меня второй. 1 сотая. Значит, 1 сотая. Плюс 1000H. Это 2 килограмма плюс 1 килограмм. 3 килограмма на 1 сотую. И тогда слева у нас получается 100 плюс 1000H равно 300. Тогда H равно чему? 2 десятых. То есть 20 сантиметров. 20 сантиметров. А у нас спрашивают про 15. Ну, значит, третье утверждение тоже неверное. Значит, третье утверждение тоже неверное. Если массу левого поршня увеличить на 1 килограмм, то он сдвинется на 5 сантиметров вниз. Если массу левого поршня увеличить на 1 килограмм, то он сдвинется на 5 сантиметров вниз. Но мы можем немножко из второй части, да, из второй нашей задачи вспомнить результат. Мы тут положили брусок массы 1 килограмм на левый поршень. А здесь мы просто массу его увеличили на 1 килограмм. По-моему, это одно и то же, как будто. То есть мы увеличили массу на 1 килограмм с левой стороны. В этом случае у нас уровень воды уравнялся. В этом случае уровень воды уравнялся. Значит, сейчас. Уровень воды уравнялся. Уровень воды одинаков в двух сосудах. Одинаков в двух сосудах. И разностная высота была 10, а стала 0. Разностная высота была 10, а стала 0. Тогда что вы можете сказать о объеме вытесненной воды? То есть воды, вытесненной во второй поршень, ой, во вторую трубку первым поршнем. Ну хорошо, давайте издалека начнем. Ну просто сейчас сыграем в угадайку. Как вы думаете, утверждение верное само по себе? Верное. Почему? Потому что у нас было 10, а стала 0. Это значит, что эти 10 сантиметров не могли никуда деться. Потому что вода, она не изменяется объемом. Это значит, что мы с одной стороны убрали 5, с другой стороны добавили 5. Ну подожди, у нас же объем не меняется. А почему они равны по высоте? То есть вот здесь. Потому что у нас площадь одинаковая. Правильно. Значит, дельта В в первом сосуде равна дельта В во втором сосуде. А так как S1 равно S2, то тогда дельта H в первом сосуде равна дельта H во втором сосуде. И это как раз H на 2, это 5. Супер. Ну где же ты была? Чего же ты молчала? Объяснила все так, что даже я понял. Ой. Так, стоп. Это мы в красный кружочек обводим, да? Договорились. Если вместо воды налить пиросин, то в состоянии равновесия левый поршень будет выше правого на 12,5 см. Ну как же нам это посчитать? От чего зависит вообще высота? Высота вообще влияет на плотность жидкости? Вот это разностное. Ну, скажем так, плотность жидкости у меня влияет на высоту. Ну да. А как она влияет? Давление будет разным, потому что высота зависит от плотности жидкости. Но рожей H. Да, да. То есть у нас получается так, что P2 это P1 плюс рожей H, правильно? Если мы вместо воды нальем керосин, ну, бруски-то у нас до сих пор остались по-прежнему такими же, да? P2 это что такое? Это M2G поделить на S минус P1 это M1G поделить на S. И это осталось неизменным. Значит, и рожей H остается неизменным. Это пятая часть, да. Давайте посчитаем, ну, соответственно, если это не меняется, плотность увеличивается или уменьшается, H тоже увеличивается или уменьшается. А чтобы понять, что случилось с H, нам нужно знать плотность керосина. Кто-нибудь знает плотность керосина? 900, кажется? 0,85 грамм на сантиметр кубический, значит, 850 килограмм на метр кубический. Ну, погуглил. Вот. Странно, что она не дана в задаче. Я, ну, правда, я бы не решил, потому что не помнил плотность керосина. Ну, как будто это все должны знать в мире. М2G минус М1G. Она дана в справочной. А, ну да, там же в конце. Слушай, да, и правда, там в конце дают такой табличку. Да, да, ты прав, ты прав. Посмотреть в табличку. Ну, у нас-то ее нет, вот поэтому. Ну, у нас Google есть вместо справочных материалов. Значит, разность. 20 минус 10 на 0,1 метра квадратного. Значит, это 10 поделить на 0,1. Это 100. Ой, подождите, 0,01 метра квадратного, это 1000. 0,01 метра квадратного. Ро керосина 850. G это 10. И H нам нужно найти. Ну, поехали. Получается сокращать все, что можем. Значит, это 10 85-х у меня получилось. В метрах, разумеется. если я беру это в сантиметрах, то мне нужно 1000 поделить на 85. Тогда это в сантиметрах. Но это же не 12. Ну, то есть, это же 10 плюс 150 поделить на 85. 850 на 85 это 10. И я еще 150 добавил. Это будет там, я не знаю, 11 целых 65 85 сантиметра. Но это не 12 с половиной. Это не 12 с половиной. Значит, третье утверждение неверное. У вас также получилось? Да. Я просто, да, чтобы проверить. Ну, точно не 12 с половиной. Никак не может этого быть. Даже не 12. Так, в итоге в красных кружочках у нас осталось двойка и четверка. Мы каждый случай нам пришлось реально вот так вот рассмотреть. и мы пришли к тому, что у нас в ответе 2.4. 2.4. Так, вот эти вещи всем понятны? Угу. Угу. Сейчас пойдем на максимальную халяву. Значит, халява из части С. Вот за, вот эти задачи вам дают 3 балла. Да, представляете? Так, поехали, да, правильно. Плотность бамбука, ну, мы же будем, получается, мы же все-таки пишем вторую часть. Давайте здесь, давайте писать ее красиво. Килограмм на метр в кубе. Какой наибольший груз может перевозить бамбуковый плод площадью 5 квадратных метров и толщиной полметра? Нам нужно найти М максимальную. М максимальную. У нас получается МЖ, силы Архимеда, они уравнивают друг друга. Да, они уравнивают друг друга, но только нужно качественно посмотреть на эту картинку, в каком случае масса будет максимально. То есть, вот у нас плод погружен в воду, например, да, вот это вода, пусть будет. Как мне погрузить плод в воду? Типа, вот так, вот я не знаю, и сверху еще там груз поставить. Ну да. Как, ну так смотри, насколько должен быть плод погружен в воду? Вот при этом с вами. Полностью? Полностью, да. Полностью, да? То есть, нам не важно, что плод уже утонул, нам главное не залить этот груз. Очень важно не залить этот груз. Вот такая логика. Значит, мы должны, получается, с вами должны просто погрузить полностью плод. Погрузили. Поставить сверху груз и найти его массу. Нам дано еще, что вот это H, а вот это S. Так, ну, как сказал Алексей, да, действительно, сила Архимеда равна MG. Можно вопрос? Ну? А нам далее, получается, ну, площадь и высоту вот так вот отдельно, а не целиком, просто, чтобы нам посчитать немножко пришлось. Да, просто, чтобы вы додумались это перемножить. Прикольно. Значит, что мы сейчас делаем? Мы сейчас вот эти все три нам данных цифры перемножаем, да, и получаем массу плота. Вот. Ну, а, ну, нам понадобится еще ров воды. Его здесь не дано, но мы-то все его знаем, да. Пилок равнометр кубический. Так, а теперь, а теперь, скажем, скажем, не будет тысяч один. Справочных материалов нет, не будет, они достоверно это все пишут. Не, ну, вдруг у нас просто соленая вода, плод у нас в море уплывет, и там все. тогда напишут, тогда напишут, что у тебя вода соленая, у всех пресная, у тебя соленая. Вот. А именно в моем варианте будет соленая вода, да? Потому что, потому что, чтобы рыбке было чуть сложнее плавать. Ну, так у меня рыбка это, вы что думаете, она океанская. Господа, посчитайте силу Архимеда. Ой. Ну, кто-нибудь. Ну, это 1000 на 5, на 0,5, на все. Ну, вот так, короче, да? Мы берем полностью погруженный плод, потому что он у нас полностью погружен, мы берем весь его объем, правильно? Так, это М плота. Но, вот здесь вот, это я только массу плота рассмотрел, да? Какое уравнение на самом деле мы пишем? То есть, что такое полное? Но, у нас же еще М большая, это масса груза. А, ну, да, масса груза плюс PSH. Ро SH. Плюс Ро SH умножить на G, это Mg, и тут Ро жидкости. Она же масса... А, все. да, 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 да. Понял. Вот такое итоговое уравнение. То есть, вот мы просто расписали, получили итоговое уравнение, сократили G, и масса груза, чему получается равна. Она равна, получается, Ро жидкости, ну, в скобочках, Ро жидкости минус Ро бамбука, да. Вот, и за скобочками у нас SH, ну, объем. SH, да, да, все правильно. Ну, и если так считать, то здесь будет 600, да, вот здесь 600 килограмм на метр в кубе. Здесь будет 2,5 кубических метра. Значит, 600 умножить на 2,5. Это тысячи... Полторы. Да, полторы тысячи. 1500 килограмм. Ничего себе, да? То есть, вы представляете, вот такой небольшой плотик, можно полторы тонны просто спокойно погрузить. Отличный материал. Ну, это же халява. Стоп. Ну, согласитесь. Почему такой маленький? Это же получается вот, ну, длиной, скажем, два с лишним метра, так два с лишним метра шириной. Нет, это длиной 5 метров и шириной 5 метров. Так работают квадраты, площадь квадрата. А, да? А, нет, 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 нет. Корень из 5 на корень из 5. Да, 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 да. Все, все, правильно. Два с лишним, на два с лишним, еще высотой полметра. Мне кажется, это такой большой плот все-таки. Ну, для полутора тонн. Нормально. Еще одна халява из части С. Вообще, как я определяю, халявная задача или нет по гидростатике, если, чтобы ее решить, нужно знать только гидростатику, то это халява. Если она комбинированная, например, с термодинамикой или с уравнением моментов, это чуть сложнее. У нас сегодня фестиваль халявы. Халявный фестиваль? Вот. Сегодня у нас фестиваль халявы. Ну, это совсем интересное, конечно. Вот нам дана масса этого груза. А, мы пишем дано. Меня, как Соня, это про оформление сказала. Я такой думаю, так, ну, пора отвыкать от этого олимпиадного оформления. Не хорошее оформление, я считаю. Ну, олимпиадное оформление это рисунок, а дальше просто свободный полет мысли. И как проверяющий разбирается, так ты, в общем-то, и пишешь. А в ЕГЭ надо все-таки немножко построже быть к себе. Это я сейчас не просто так на этом внимание заостряю. Это, как, знаете, то же самое с прогой. Обычная прога, там код какой-то осмысленный, нормальный, красивенький нужно писать. Когда на олимпиаде я просто такой, мне кажется, сам никто не разберется в моем коде. Вот. Ну, хорошо, что я не пишу олимпиаду, попробую. Так, нужно найти объем груза в литрах. что вы предлагаете? Так, картинка слева. Может быть, силой расписать? Ага, какие действуют? сила натяжения нити вверх, вот, сила тяжести вниз, и сила архимеда вверх. Ну, да. И у нас получается, сила натяжения нити равно, получается, МЖ минус ФА. Да, для того, чтобы равновесие было, верно? Да, да. Опять-таки, ну, только, только, подожди, ты этот, зря силу натяжения выражал, потому что нам нужно. Т и ФА махнуть надо. Да, ФА. Почему мы выражаем ФА? Потому что там внутри есть объем. да, там есть объем, это нам хорошо. То есть, РО жидкости Ж В это МЖ минус Т. МЖ равно чему? А, ну, давайте объем сначала выразим. МЖ минус Т. Да. А Ж у нас просто посчитать. 10. Ну, да. Ну, да. Ну, по умолчанию. Ну, не знаю, у нас по умолчанию 9 и 8 было. Мне кажется, 10. 10. Справочных материалов. Посмотрите, вот Владимир говорил про справочные материалы. А там типа прям на Лиге есть справочные материалы? Да. И на Лиге есть справочные материалы. если есть справочные материалы. Такой. А, подожди. А 4 с двух сторон. Да. Ну, не в двух, с одной. Да. А, ну, ты же ОГЭ еще не сдавал, ты только будешь. Все, я понял. мне в этом году все простоит. Значит, МЖ, ну, мы берем 20. 2 килограмма на 10. 20 минус 13 на 1000 и умножить на 10. Можно было просто нолик прорисовать, да? Да. Чего-то прям очень маленький объем. 0,7 каких? 7? Сейчас. 0,7 на 10 минус 3. Минус 3, думаешь? Минус 4. Ну, нет, если 0,7 то 10 минус 3. А, ну, кстати, да, 0,7 на 10 минус 3. Почему вот любят степень десятки именно, чтобы там, типа, степень была кратной 3? А потому, что тут мы же объемы переводим и сразу удобнее перевести это в литры. что-то я примерно рисую. А, школьно. Сколько это литров будет? 0,7. 0,7. Ну, литр это дециметр кубический, то есть в тысячу раз меньше. Сразу мы получим... Я просто заметил, там, получается, ну, когда дают какую-то величину, там какую-то чиселку умножить на 10 в какой-то степени. Да. Это удобно переводить в килограмм, и так далее. Просто в килограмм. Постоянно там туннолик добавить, то есть запятую добавить. Да. Ну, ладно. А, в ЕГЭ обязательно пишите ответ. Прямо слово ответ и писать. Да, это тоже важно. Так, ну, и последний у нас получится. Что? В ЕГЭ тоже, да. В ЕГЭ тоже, да. Спасибо. Это последний у нас получится. Значит, тут тоже она несложная. Деревянный шарик привязан нитью к дну цилиндрического сосуда. То есть давайте я теперь уже буду действовать более классически. Буду писать дано, а потом рисовать. дана площадь дна 100 квадратных сантиметров. Что у нас дано? Так. А что будет, если на ЕГЭ получается дано не записать? Ну, вот какие-то могут быть минус баллы по оформлению. На самом деле, ну, просто вот, я не знаю, так повелось, что в мое время все учителя говорили пишите дано, обязательно пишите, что дано, решение, рисунок, еще были там требования к рисунку определенные. Ну, ладно, рисунок меня самому врагали, вместе с вами я как-то понял, что все-таки рисунок это что-то важное. Вот. Вот рисунок это самое важное. Даже если вы... А дано зачем? Дано, ну, чтобы просто, ну, потому что у тебя на листочке, вот когда ты решение пишешь свое, у тебя же нет вот такой доски, где сначала условия задачи, а потом ты пишешь решение, у тебя просто бланк, и там условия задачи не дано, то есть нужно смотреть в этот самый, ну, смотреть на другой лист, на лист с условиями. А чтобы человек мог просто читать твое решение, у него должно быть, он может посмотреть с твоего листа, что тебе дано, что ты пишешь, там, и так далее. То есть это, мне кажется, облегчает проверяющим работу, поэтому они так требуют. Хорошо, а зачем писать найти? Это тоже состоит же с целью? Ну, да. Ну, ладно. Ну, я обычно не пишу прям найти, я обычно ставлю величину, которую мне нужно, тире и знак вопроса. Ну, вы заметили, да? Ну, да. Я со школы так делаю. Я со школы давно не пишу. Ну, ты еще в школе, поэтому тебе все-таки, я думаю, что еще есть время привыкнуть. Ну, на экзамене, ладно, можно записать один раз. Так, а вот это берется, понимаешь, ты пишешь, привыкнешь и просто забудешь об этом. То есть я понимаю, что там, если ты на черновике где-то решаешь, но просто если ты уже привык писать, дано, то ты и на экзамене его напишешь, даже не задумываясь об этом по-хорошему. Поэтому привыкайте, просто привыкайте. Думать надо, когда задачи решаешь, а не когда их оформляешь. Оформлять нужно привыкать, нужно привычку себе выработать. Так, давайте все-таки разберемся, что происходит с задачей с этим рисунком, собственно. ко дну цилиндрического сосуда у нас привязан шар. Значит, если сосуд цилиндрический, то я все-таки нарисую, пожалуй, вот такую вещь, для себя. Овальчик. Так. Он привязан у нас ко дну. Значит, мы должны нарисовать вот тут вот шарик. В сосуд наливают воду так, что шар полностью погружается в жидкость, при этом нить, стоп, у нас есть еще какая-то нить. То есть, шар не на дне лежит, а чуть выше. Поняли, да, почему? Потому что он натянут. Ну, тогда нить бесполезная получится. То есть, вот теперь он привязан, да, и на него действительно действует какая-то сила натяжения. Так, ну, и, допустим, вот здесь вот будет вода, вот так вот мы ее обозначим. Так, если нить перерезать, то шар всплывет, а уровень воды изменится, даже не сказали увеличится или нет, но я думаю вы поймете, да, на 5 сантиметров найдите силу натяжения нити. Что происходит, кто мне поможет разобраться? Что происходит? получается, мы из этих 5 сантиметров можем узнать, получается, какая часть шара у нас сплыла. Да. Из этого мы можем узнать, какая часть шара осталась внутри. А как ты узнаешь, какая часть шара сплыла, что тебе в этом поможет? Ну, как это называется? Площадь сечения и высота, на которой водичка опустилась. Ну да. В общем, закон Архимеда. Ну да. Вытесненный объем, что ли? Да, вытесненный объем. То есть тут обратный процесс, наоборот, отпущенный объем, как говорится. То есть если мы вернемся назад, вернемся немножко назад, вот эта высота у нас h, а площадь основания s. И вот этот, если мы обратно погрузим шар, то вот на эту высоту, да, вода обратно поднимется. Ну тут, то есть уровень воды опустится, когда мы перережем нить. И я предлагаю как раз-таки начать рассматривать именно второй случай, то есть со второй картинки. распишите силы, которые действуют на шар. МЖ и сила Архимеда. Верно. МЖ и сила Архимеда. можем, да, и мы из объема, который у нас сверху, знаем объем снизу, от этого мы знаем, получается, силу Архимеда. Ну давайте, сила Архимеда во втором случае, МЖ у нас не будет меняться, шар всегда одинаковый, сила Архимеда во втором случае чему равна? Архимеда. Ро жид, ну, Ро воды на, получается, В погруженная на Г. В погруженная при этом? Сейчас, ну это В шара минус этот, минус В, минус получается С на H. Да. То есть, В шара минус С на H. Такая будет во втором случае сила Архимеда. И это равно МЖ. Так. А в первом случае сила Архимеда, значит, она равна, получается, В шара и то же самое. Да, да, вот МЖ плюс Т это во-первых, а во-вторых В шара просто, да, не будет минус С плюс H. Говорю В шары и все то же самое. Вот, и у нас получается равно МЖ минус Т. Плюс нитка тянет вниз. А, да, 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 у нас сила Архимеда увеличилась, здесь увеличилась, логично. Да, а теперь давай, смотри, мы перенесем Т в левую часть, то есть, ро воды Ж, ро воды Ж, В шара минус Т равно МЖ, верно? Да, это из второго уравнения. Теперь мы можем уравнять с прошлой частью. Да, то есть, и это же равно ро Ж В шара минус ро Ж С. И отсюда мы выражаем Т-шку. Да, все правильно. И победа. И победа. Значит, Т в итоге ро Ж С на H. Просто все перемножили. Так, ро Ж С на H 5 сантиметров 100 сантиметров квадратных. Значит, так, 10 в третий это плотность. Ж это просто 10. 5 сантиметров это 0,05 метра. Да, и на 10 минус второй. Ну, да. Значит, это 10 минус второй метров квадратных. Так, и по итогу С одной разы? Да. Да, да, да. Ну, 100 на 10 в минус четвертый. Да, 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 я инвалид. Так. Смотрите, 5 на 10 минус второй, и здесь 10 минус второй, 10 в минус четвертый. А это 10 в четвертый. Значит, останется просто 5. Поняли? Почему? Ну, то есть все десяточки сокращаются по итогу. Да, да, да. Останется 5 ньютонов. Ну, и все, победа. И все. И теперь самое важное, конечно же, да, это ответ двоеточие 5 ньютонов. И все. И вам говорят, молодец, три первичных балла заработал. И вот так вот, ну, вот, это вот вы так решаете одну задачу, потом вот так вот еще 39, ой, не 39, а сколько, 29 решаете, ну, даже 28. Хорошо, 28 решаете, и все, и у вас 100 баллов по ЭГЭ. Вот. Потом, ну, там, звонить друзьям, говорите, вот, я там сдал на 100 баллов. У меня, кстати, репетитор был, такой вот преподаватель Сергей Иванов. Вот. И если нужна будет помощь, обращайтесь. Продолжу. Смотри, есть закон Архимеда. Вот. Я сегодня даже два закона Архимеда рассказал, но вы запомните тот, который физически, а не жизненный. Вот у нас был уровень воды в каком-то стакане, да? Это H на S. И тут был какой-то объем. Потом мы погрузили в этот стакан шарик. Так, стоп. Потом мы погрузили в этот стакан шарик, и уровень воды поднялся на какой-то дельта H. Объем погруженной части шарика V погруженной по закону Архимеда. Это объем вытолкнутой жидкости. Знаешь же такой закон, правильно? Да. Вот. Соответственно, какой объем у нас погрузили? Объем шара минус V S вверху. Ну, то есть V сверху это вот этот кусочек красненький, который остался на воздухе. И это это что такое? Это S умножить на дельта H. То есть это то, насколько поднялся уровень воды. Ну, конечно же, если конечно же, мы должны прям по-хорошему, если брать по-хорошему, то часть уровня воды, часть уровня воды, у нас забирает сам шарик. То есть мы не можем на S умножать. Да. Потому что, ну, короче, площадь сечения это вот этот пунктир, который я выделил. Это S минус S шарика. Но в таких задачах они считают, что, ну, они не дают нам даже площадь шарика, площадь сечения, ну, тем более, что он круглый, да, как бы. И мы считаем, что S намного больше S шара, и мы этим пренебрегаем. Поэтому это просто S на дельта H. То есть вот эта вот разница. Вытолкнутый объем, он у нас вот здесь. То есть мы опять просто пренебрегаем чем-то. Это сложно просто всегда понимать, чем мы не можем пренебрегать. У тебя был вот этот вопрос, да? Почему типа мы не учли, что ничего себе. Ну, слушай, как понять, что здесь надо было этим пренебречь? Ну, если мне не дано S шара, то я не понимаю, как его найти. То есть не дан объем шара, не дано ничего, в принципе. То есть это как-то странно. То есть давайте сначала вопросы прямо по делу, а потом пообщаемся, если останется время. ну, ну, все молчат, все молчат, рыбка поставлена. Значит, все, ребят, я скажу так, наверное, я выдам какой-то опрос, ну, следующее занятие именно по курсу будет во вторник, следующее открытие, открытое занятие в субботу, то есть все по классике, работаем, как работали. Расписание немножко изменилось, потому что ну, совпадаем с математикой, тут уж никак ничего не попишешь. А можно вопрос, пожалуйста? Так. У нас, например, есть какая-то трубка незакрытая, условно, вот, и в ней вода, и чтобы нам посчитать давление на какой-то, ну, допустим, высоте, вот, мы, получается, например, у нас есть по клеточкам, и мы считаем, то есть количество клеточек начиная от верха, чтобы высоту, получается, подставить? Да, начиная от верха, мы, кстати, даже решали такую задачу. Да, да, я вот помню, я хотела уточнить просто. Начиная от верха, то есть если трубочка открытая, если трубочка открытая, то по идее у нас еще должно быть давление атмосферное, но здесь просто вот в этой задаче мы именно давление воды считали, видишь, то есть мы от верха, давление столба жидкости. Хорошо, все, спасибо большое. Давай, давай, ждем на вебинарах, собственно. Можно просто? Спасибо, до свидания. Все, пока, Сонь, пока. До свидания. Пока. До свидания. Пока, Виктория. Пока.